Давайте вернемся к свойству, которое у нас было перед биномом. И докажем его теперь с помощью бинома. Смотрим на правую часть. Возьмем вот такую вот скобочку. 1 плюс 1 в степени n. В скобках у нас действительно 2, то есть получаем, что это у нас 2 в степени n равняется уже правой части. Докажем, что у нас вот это будет левая часть. Ну, раскроем по биному ее. Давайте c из n по 0 умножить на первую единичку в степени n умножить на вторую единичку в степени 0. Далее c из n по 1, единичка в степени n-1 на единичку в первой степени. Плюс c из n по 2 на единичку в степени n-2 на единичку в квадрате и так далее. Последний член у нас будет c из n по n умножить на единичку в нулевую умножить на единичку в n. Ну, видим, что у нас везде единички в натуральных степнях, значит они всегда равны одному. Следовательно, у нас остаются из множителей только cшки. c из n по 0 плюс c из n по 1 плюс c из n по 2 и так далее до c из n по n. Это в свою очередь и есть левая часть, и она равняется вот этой скобке 1 плюс 1, то есть 2 в степени n. Значит, мы это свойство гораздо проще доказали, чем в первый раз. И докажем вот такое еще свойство, что у нас знакопеременная сумма равна 0. Что такое знакопеременная сумма? Здесь мы берем cшки с четными k сверху, то есть с четным индексом сверху со знаком плюс. С нечетным индексом сверху со знаком минус все берем. Что означает вот это? Почему мы можем так записать? Ну, давайте посмотрим. Если у нас n нечетная, то последняя cшка должна браться с знаком минус, так как мы договорились, что у нас отрицательно берутся cшки, где k нечетно. То есть если n нечетно, то c из n по n сверху у нас нечетно, значит минус 1 должно быть в нечетной степени, мы получим минус. Если же n четно, мы получим плюс. Так и должно быть. То есть эта запись действительно оправдана. Посмотрим, справа у нас 0. Давайте возьмем тогда вот такую скобку. 1 плюс минус 1 в степени n. Ну, 1 минус 1 дает 0. А эту скобку распишем теперь по биному. Что мы получим? c из n по 0 умножить на 1 в степени n умножить на минус 1 в степени 0. Плюс c из n по 1 умножить на 1 в степени n минус 1 на минус 1 в степени 1. Плюс c из n по 2 умножить на 1 в степени n минус 2 на минус 1 в квадрате. Плюс c из n по 3 на 1 в степени n минус 3 на минус 1 в кубе. И так далее. Давайте посмотрим, чему нас равняется с первой членом. У нас единичка в любой степени роли не играет, поэтому мы не будем на нее вообще внимания обращать сейчас. Будем смотреть только на c и на минус 1. Здесь у нас минус 1 в степени 0, то есть дает 1. Значит, у нас здесь осталось только c из n по 0. Здесь смотрим. У нас минус 1 в степени 1, значит дает минус 1. Значит, у нас минус остается. Получаем, что у нас это равняется минус c из n по 1. Далее. Здесь смотрим. У нас минус 1 в квадрате, значит получается единичка просто. Значит, это равняется c из n по 2. Сюда смотрим. Здесь у нас минус 1 в кубе, значит минус остается. Минус c из n по 3. Таким образом, что мы видим? Мы видим, что у нас знак у c зависит только от того, в какой степени мы берем минус 1. То есть у нас каждая вторая слагаемая будет браться с знаком минус. То есть каждая вторая c берется с знаком минус. Если мы начали c из n по 0 и взяли с плюсом, потому что минус 1 было в нулевой, дальше будет минус 1 в нечетной степени, значит мы возьмем с минусом. Следующая будет с четной, возьмем с плюсом. Следующая с минусом. И так далее. Следовательно, мы с вами действительно получили знакопеременную сумму. То есть у нас левая часть действительно равна нулю. Скобочки вот этой вот. 1 плюс минус 1. Что в свою очередь равняется 0 в степени n, то есть 0. Доказали. Давайте решим еще несколько задачек. Эту задачку мы с вами решим комбинаторно. У нас пусть будет 2 n шаров. Разобьем их на 2 части. Здесь у нас будет n шаров. И здесь будет n шаров. Вообще из этих 2 n давайте сперва правую часть получим. Нам нужно выбрать n шаров из 2 n. То есть выберем n шаров. 2 n шаров всего. Выбираем n шаров. То есть получаем ответ c из 2 n по n. Теперь посмотрим, почему это равно левой части. Окей. Давайте c из n по 0. То есть мы будем брать отсюда... Так. Берем 0 шаров. То есть это у нас c из n по 0. Тогда отсюда берем n шаров. Тогда здесь у нас c из n по n. Что в свою очередь равняется c из n по 0. Получили, что это у нас действительно c из n по 0 в квадрате. По правилу произведения должны перемножить. Теперь возьмем отсюда 1 шар. Тогда отсюда мы должны взять n минус 1. Потому что мы же должны всего n шаров выбрать. 1 шар можно взять отсюда c из n по 1 способами. Отсюда n минус 1 шар можно взять c из n по n минус 1 способами. Что в свою очередь равняется c из n по 1. Перемножаем. Получаем вот такое слагаемое в сумму. Здесь вот такое. Ну, возьмем 2 шара. Тогда отсюда берем n минус 2. Получаем... Это выбираем c из n по 2 способами. Это выберем c из n по n минус 2 способами. Что в свою очередь равняется c из n по 2. Также это перемножим. И так далее. До n шаров. Тогда здесь n, если будет. Здесь будет 0. Мы получим c из n по n умножить на c из n по n. Почему мы это должны сложить? Потому что это у нас зависимые друг от друга случаи. Мы берем либо 0, либо 1, либо 2. Таким образом мы рассматриваем всевозможные варианты. Мы берем всевозможное количество шаров из левого мешка. И всевозможное количество шаров из правого мешка. Получаем, что здесь у нас c из n по 0 в квадрате, плюс c из n по 1 в квадрате, плюс c из n по 2 в квадрате и так далее, c из n по n в квадрате. Это то же самое, что и левая часть. Собственно, мы с вами доказали, что у нас левая часть равняется правой. И докажем еще одну задачку. Нас просят теперь вычислить вот такую вот сумму. Ну, давайте запишем, что такая сумма означает. Это означает, что у нас 0 меняется, ой, k меняется от 0 до n. То есть мы подставляем с вами сперва 0 на c из n по 0. А, ну, меняется от 0 до n, и это вся сумма. Далее у нас 1 на c из n по 1, плюс 2 на c из n по 2, плюс 3 на c из n по 3 и так далее, до n на c из n по n. Нам нужно вычислить вот такую вот сумму. Давайте заметим, чему у нас равняется k умножить на c из n по k. Распишем по формуле. Это будет n факториал делить на k факториал делить на n минус k факториал. k можно сократить, n вынесем. Здесь будет n, здесь тогда останется n минус 1 факториал. Здесь у нас k минус 1 факториал. И здесь распишем вот так. n минус 1 минус k минус 1 факториал. Но заметим, что у нас n минус k будет действительно так, а минус 1 плюс 1 сократится. То есть у нас это действительно равно n минус k факториал. Но тогда у нас здесь вот эта вот штучка равняется биномиальному коэффициенту. Ну, действительно, у нас сверху n минус 1 факториал, значит, c из n минус 1 по k минус 1. То есть это все равняется n умножить на c из n минус 1 по k минус 1. Теперь преобразуем в сумму, которая у нас есть. k равно 0, n, com, c из n по k. Это у нас равняется. Можем вместо k равное 0 записать k равное 1, потому что у нас первое слагаемое все равно 0. То есть запишем вот так. k равно 1 по n равняется. k c из n по k равняется. Мы выяснили, чему это равно. Запишем теперь так. Также k у нас пробегает от 1 до n. n умножить на c из n минус 1 по k минус 1. И сумму эту запишем. n будет у нас общий множитель, мы его вынесем за скобку. А здесь будет k у нас пробегать всевозможные значения. c из n минус 1 по 0 плюс c из n минус 1 по 1 плюс и так далее до c из n минус 1 по n минус 1. Но по свойствам чисел сочетаний мы с вами знаем, что у нас вот эта вся скобка должна равняться 2 в степени нижнего индекса. То есть 2 в степени n минус 1. Следовательно, ответ в этой задачке будет n умножить на 2 в степени n минус 1. Добавляюöm пор insert, давайте взять италии 2 в 3. Использобщество usuания. Использ